Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Паралепименон, книги летописей. И мы будем читать сегодня девятнадцатую главу, в которой рассказывается о победах над аммонитянами и сирийцами. После сего умер Наас царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него, и сказал Давид, окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне. И послал Давид послов утешить его об отце его, и пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую к Анону, чтобы утешить его. Но князя Аммонитские сказали Анону, неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее? На самом деле Давид из самых лучших побуждений, узнав о смерти Нааса, царя Аммонитского, он послал своих людей, чтобы они утешали сына этого царя. А тамошнее окружение были люди коварные, и по своему коварству они судили о действиях Давида. Вот Григорий Богослов пишет о том, что людям свойственно других людей обвинять в своих грехах. То есть какой-нибудь там пьяница будет видеть всех пьяницами и подозревать их, если не в явном, то в тайном винопитии. Какой-то там извращенец, блудник, всех будет видеть блудниками и извращенцами. Какой-то агрессивный человек всех будет подозревать в агрессии. Поэтому, если вокруг вас возникают какие-то там слухи, домыслы, на самом деле они вас никак не характеризуют, а скорее всего характеризуют тех людей, которые позволяют себе думать о вас по своему коварству. В силу своей испорченности подозревать в том, чем грешат сами. А святые отцы, люди правильные, благочестивые, напротив, они даже нечестивых всегда подозревали в благочестии. И всегда старались находить оправдание для того или иного человека. Как один древний подвижник, он писал, Один брат приходит по ночам, трясет со своего одеяла клопов на мою кровать, и ночью прям мочится мне на подушку. И старец пишет, может быть, по простоте душевной он так поступает. То есть для святого все свято, для нечестивого все нечестиво. Поэтому действие этих людей соответствовало их внутренним убеждениям, предпочтениям. И взял Анон, то есть вот этот осиротевший человек, слуг Давидовых и обрил их. То есть это крайнее оскорбление. А вот обрил, имеется в виду, бороды, виски, и обрезал одежду их наполовину до чересел, и отпустил их. Обрезал одежду наполовину до чересел, то есть до ягодиц. То есть люди безбородами стали, остриженными, и одежда обрезана до чересел, то есть до ягодиц. И пошли они, то есть в таком опозоренном виде, и донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, то есть чтобы скрыть их наготу, так как они были очень обесчищены, и сказал царь, останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. То есть стало неприлично, если человек там не имеет бороды, там виски у него острижены. Когда амонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Анон и амонитяне тысячу талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы всадников из Сирии Месопотамской, из Сирии Мааха и Сувы. И наняли себе 32 тысячи колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились с Таном перед Медевою, а амонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. То есть убедившись в том, что теперь их царь Давид действительно ненавидит за такое их странное действие, они теперь вот тратят средства, чтобы обеспечить защиту от Давида. Когда услышал об этом Давид, то послал Иава, это военачальника, со всем войском храбрых, и выступили амонитяне, и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли отдельно в поле. То есть все-таки инициатива со стороны амонитян была. Иав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириян. То есть потому что сириане были наиболее отборные войска, и если их сокрушить, остальные разбегутся. А остальную часть народа поручила Весе, брату своему, чтобы они выстроились против амонитян. Но амонитяне не настолько были страшны. Коварные люди – это слабые люди. И сказал он, если сириане будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если амонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужественен, и будем твердо стоять за народ наш и за город Бога нашего. То есть за Иерусалим. Ну, как, например, во время Великой Отечественной войны битву под Москвой, за Москву, как за Первопрестольную. По крайней мере, так верующие, православные люди осознавали это сражение. За народ наш и за города, здесь даже не город, а города Бога нашего. То есть вот эти города, в которых жили израильтяне. И Господь пусть сделает, что ему угодно, а победа все-таки зависит не от нашего усердия, даже благочестия, от воли Бога. Иногда Господь попускает нам и поражение, чтобы смирить нас. Ведь немцы дошли прямо до Москвы, почти вступали уже в Москву. И вступили и Аф, и люди, которые были у него в сражении с сирианами, и они побежали от него. А сириане, как я уже сказал, это самая сильная часть этой объединенной армии. Амонитяне же, увидев, что сириане бегут, и сами побежали от овесы, брата его, то есть брата Иава, и ушли в город, то есть заперлись, спрятались в город, и пришел Иав в Иерусалим, то есть вернулся в Иерусалим. Сириане, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов, и вывели сириан, которые были по ту сторону реки, и Сувак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан, и, придя к ним, выстроился против них, то есть против сириан. И выступил Давид в сражении с сирианами, и они сразились с ним. То есть здесь уже сам Давид, не только его военачальники, и у Аф, и его брат. И сириане побежали от израильтян. И истребил Давид у сириан семь тысяч колесниц и сорок тысяч пеших, и савака военачальника умертвел. Когда увидели слуги Адразара, что они поражены израильтянами, то есть сириане, которые были очень сильные воины, заключили с Давидом мир и подчинились ему. А все началось с того, что они неправильно истолковали людей, пришедших оплакивать вместе с ними их царя покойного. И не хотели сириане помогать более аммонетянам. А если ничего им помогать, если они так быстро сами уже стали данниками Давида и переметнулись на его сторону.